Есть два типа людей. Еще раз, вот уже примерно на каждой лекции эту фразу так повторяю. Ту главу, в которую мы прошли, в ней описывается, что есть два типа людей. Одни люди думают, что все зависит только от них. Материалист. То есть они стоят на эгоистичной подформе. Другие думают, что все зависит от судьбы. Фаталисты. Они думают, что все зависит от судьбы. И в этой главе нам объясняется, что действовать нужно практично, но с высокой духовной целью. Вот этого достаточно понятен, эту фразу, чтобы на этой главе, в общем-то, успокоиться. Чтобы вот эта глава, она, так сказать, может так, что она пройдена. То есть с ней и с предыдущей. Вот эти две последние главы. В общем-то, и идет речь о деятельности. То есть как действовать. Решительно, то есть практично. Практично, значит решительно. Но цель должна быть духовной. А если человек нерешителен, то чтобы оправдать свою нерешительность, у него проявляется много ветвистости, ума. Что это значит? Он находит много оправданий тому, почему он не смог сегодня пойти на ветер. Множество оправданий. Много-много оправданий. Вот и все. Разобрались? Во. Хорошо. Ага. Единственное, что с нами остается, это наше духовное развитие. Но там в течение жизни, если это у нас, то наше духовное развитие может подниматься и владеть в зависимости от наших действий. Нет. На максимальном уровне остается. Это объясняется в этих же стихах. Это говорит, что человек не теряет своего духовного уровня. Он с него уходит, но не теряет. Уходит, но не теряет. Вы можете выйти из машины, но машину вы не потеряли, она в гараже стоит. Так же и духовная жизнь. То есть вы машину купили, но вы можете на ней не ездить, решили все купил и нормально. Так же человек, он просто получает посвящение. До посвящения доходит, все усилия прилагает. Думает, что посвящение есть, все нормально. Эту машину в гараж, четки на гвоздь, фотографию в стол, в книгу за окладку и пошел своими делами заниматься. Делаю еще много в этой жизни. Даже в этом случае он ничего не теряет. То есть с ним остается его максимальная точка развития. Поэтому, говорится, кто-то идет по этому пути, не знает потерь. Не знает потерь. Он не может это потерять, он может этим не пользоваться. Он может этим не пользоваться. Приятно, да? Чем интересна духовная жизнь, чем она отличается от материальной, именно в этом отличие. Что в материальной жизни, если вы чем-то не пользуетесь, вы это однозначно теряете. То есть ваша машина сгнет, если вы не будете на ней ездить. Это факт. Факт. У моего друга недавно права отобрали на полгода. И он сразу продал машину. Чем она будет полгода стоять, все, я лучше ее продам. Продал, и все, пошел дальше, давай, пешком. Сейчас все грустно. Права отбирает. И все. И он пошел дальше пешком, потому что что она будет стоять, просто сгниет и ушел. Вот это материальная жизнь. Моя материальная жизнь, если вы просто краном не пользуетесь, потом лучше его не трогать. Перед поездкой куда-нибудь, знаете. За 5 минут до отъезда кран лучше не заворачивать. Ну попробуйте его хотя бы за сутки попробовать завернуть. А иначе, когда он начинает заворачивать, то все и начнется. Да? Опыта не было ни у кого. Вот у меня постоянно такой опыт. Почему лучше с кранами не шутить. То есть, если что-то просто стоит, оно начинает уничтожаться. Но в духовном мире все не так. Мы что-то получаем, оно уже не теряется все. Даже сейчас мы находимся в полном знании. В полном знании, но это знание, оно мне, так сказать, скажем так, оно покрыто. То есть, оно не потеряно, оно покрыто. То есть, все полностью, все знание в нашем сердце прямо сейчас находится. Просто оно покрыто, оно не потеряно. Даже попадая в материальный мир и покрываясь сма, иллюзии, мы не теряем знания. Поэтому мы его вспоминаем, мы его не изучаем. Мы не пришли сюда изучать Багавадгита, мы пришли вспоминать Багавадгиту. Если бы это было изучать, было бы столько проблем, и мы бы с ума сошли. Но мы его просто вспоминаем. То есть, да, вот это вспомни, это вспомни. А это не могу вспомнить, сейчас напомним. Напомнили. То есть, мы это вспоминаем. Это не получение знания. Фактически мы не теряем даже свою духовную природу. Мы не теряем даже свою природу. Если говорить об очень высоких материях, чтобы с ума не сойти, я просто расскажу. А то в действительности нас даже здесь нет. Душа так и находится в духовном мире, просто здесь проходит наш материальный сон, а душа находится в духовном мире. Здесь она не соединена с этим миром никак. То есть мы даже не потеряли духовную природу и духовный мир. Но это сложно, а то будут сны страшные сны. Сам принцип. А поэтому нет потерь на этом пути. Вот что является главным вдохновляющим фактором, на этом пути нет потерь. Только приобретение. А в материальном мире нет шансов на сохранение, ничего не сохранится. То, что сохранится это карма, последствия. Все долги сохранятся и перейдут в следующую жизнь. Не только духовная жизнь переходит, а переходит и запас кармы, тонкое тело. И он весь, весь родной переходит. Тонкое тело также переходит. Поэтому мы рождаемся с этим тонким телом опять за нами. Достаточно весело рождаемся. Людская мораль. Людская мораль греховна по своей природе. Потому что если она не ведет человека к Богу, она ведет человека в ад. К деградации. Поэтому может выглядеть очень красиво, но в действительности ведет человека в ад. Если мораль не основана на духовных истинах. Поэтому это никакая не мораль. Это амораль. Аморальность. То есть то, что развивает, это духовность. То, что приводит к деградации, это как раз аморальность. Аморальность. Поэтому в действительности позитивные качества человека это качества которые способны развивать его душу и развивать духовные качества тех, кто его окружает. Вот это позитивные качества человека. Остальные качества хотя могут выглядеть красиво, но являются общечулической моралью. За которой может стоять прямая деградация. Прямая деградация. Это закамуфлированная деградация, зачастую. Закамуфированная деградация Закамуфированная Поэтому человек, как мы говорили Должен четко разделять Помните, мы изучали этот стих Что такое действие Карма Что такое бездействие А карма И что такое негативное действие Викарма Вернитесь к этому стиху Помните этот стих Мы четко разбирали эти три вида действия Карма, а-карма, викарма Сейчас вы ушли почему-то с этих слов И перешли на какой-то другой язык Мы эти термины разобрали очень хорошо Давайте я эти термины использовать Есть карма, это благочестивые И неблагочестивые последствия деятельности Которые приходят честно Человек получает то, что он заработал И это называется Благочестивые последствия или неблагочестивые Все они приводят к страданиям Благочестивые и неблагочестивые Потому что в результате Они все приводят к боли Если человек получает плохое, ему сразу больно Если человек получает хорошее, ему особенно больно Потому что ему сначала хорошо То есть это еще больше издевательства Это карма Поэтому любая карма Неблагоприятна по своей природе Есть а-карма А-карма, когда человек действует Как мы говорили здесь сегодня Эффективно Но цель его высоко духовна И на вид это может быть Даже выглядит подозрительно Например, что делал Арджуна? Он убивал Но цель его была высоко духовна И это всех ведет Вверх Это а-карма, она не несет за собой последствий Она не несет за собой последствий В ней нет вообще последствий В ней нет вообще кармы Есть викарма Это деградация, полнейшая деградация То есть когда человек явно Нарушает духовные принципы И летит вниз со скоростью метеора Деградирует За одну секунду Он может деградировать На один уровень понятных систем На один уровень Запросто Вот эти три термина Давайте на эти термины перейдем Что вот в них Вас волнует? Разобрались? То есть, пожалуйста Вот на понятных терминах Потому что иначе придется все переводить А так мы будем говорить на среднем языке То есть ни вам не понятно Ни мне не будем Надо вот на терминах Разобрались? Ага А вот что значит Первый физичный трактор Чем из физичного трактора Вы хотели Средизуально Это значит, что в этот момент Она впадает Она Она впадает в некоторое состояние Духовной комы Духовная кома Когда нет деятельности Нет служения То есть духовная жизнь Это когда душа служит Богу Духовная кома Это когда душа находится В духовной реальности Но Богу не служит Это некое состояние выжидания И это состояние чревато тем Что душа дегордирует То есть Переотдохнув Она опять падает в материальном мире Это некоторое желание Убежать от работы То есть это Отсутствие желания действовать В материальном мире И нежелание действовать В духовном мире Но так как это В общем достаточно высокое желание И чтобы его достичь Нужно стать великим йогом Поэтому дается вот это Серединное положение Серединное положение Нас оно не интересует Это не серединный путь? Нет Нет Это среднее положение Между материальным миром И духовным миром И из него к сожалению Путь не низ и не верх Верх невозможно Потому что нет желания Заботиться Нет желания действовать Поэтому долго В нейтральном состоянии Находиться невозможно Необходимо действовать Поэтому душа Деградирует мысль Когда она Когда она идет вниз Она в любом случае Отделена Отделена Но она теряет Свою вот эту Деятельную природу Потому что Индивидуальность Проявляется в деятельности В деятельности И тут она не хочет Этой деятельности Поэтому превращается В такую В часть Маскируется Под духовную природу Сливается Как карп Знаете Как он там называется То есть он сливается С внешним миром Но Все равно Остается отделенной Но так как Это достаточно долго Биса Она так как Это находится Сложная вещь Пытается объяснить Так как Она находится В духовной реальности И пребывает там В этом состоянии То по времени Это бесконечно долго Потому что Время там отсутствует Поэтому Достаточно такое Негативное состояние Как только она начинает Как только она Опять хочет действовать Так как Не хватает Немножко Развития Для того Чтобы действовать В духовном мире Душа деградирует Мир материальности Не понимая разницы Кришму Изучают Да 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 А вот Драхмаджеки И члены Кришмы Это его Нечная энергия Да Я так понимаю Члены Кришмы Это его Нечная энергия Драхмаджеки Но оно Это не внешняя энергия То есть Опять путаемся Терминов Не нужно Ничего усложнять То есть Есть духовная энергия Есть материальная энергия Духовная энергия Есть материальная энергия Материальная энергия Состоит в том Что мы думаем Что мы отделены Что Бога нет Я думаю Что я один Что Бога нет Я не вижу связи С Богом Духовная энергия Это я вижу связь с Богом Я вижу Бога и свою связь Вот и все Иллюзия она не дана Богом Иллюзия это мы Не хотим видеть свою связь с Богом Мы отворачиваемся от Бога Поэтому что такое темнота Темноты нет по своей природе Темнота это отсутствие света Понимаете Нет темноты Дайте мне килограмм темноты Или литр темноты Дайте мне 100 метров темноты Темнота не измеряется Вот свет уже измеряется Свет есть Свет измеряется Давление света Сила света Яркость Вот это измеряется Что такое темнота Нет темноты никакой Темнота это отсутствие света Поэтому как только мы от Бога отвернулись От света Нам стало что темно То есть мы не хотим видеть свет И поэтому нам стало грустнее темно Вот и все Кто-то понял что я все сказал? Понимаете как интересно? Поэтому вот Наше желание Стоять лицом К абсолютной истине Это духовное развитие Наше желание отвернуться от него Это деградация Материальная жизнь А все энергии Исходящие от Бога Это есть и вот это сияние Брахмаджиевы Браман Поэтому истина проявлена В трех моментах Брахман Параматма и Бхагаван Бхагаван Это личность Бога Браман Это сияние Исходящее от личности Бога И Параматма Это аспект Бога В сердце и в каждом атом Все пронизывающее В этом принцип Вот эти термины Вот их достаточно использовать Достаточно использовать Это одна классификация То что вы говорили Другие термины Это уже другая классификация Это уже внутренняя энергия Внешняя энергия Пограничная энергия Поэтому внутренняя энергия Это духовный мир А внешняя энергия Материальный мир Пограничная энергия Живые существа Дживы Вот Вот если это все соединяет То начинается путаница Поэтому лучше не соединяй То есть это одна классификация Это другая Веда дает разные классификации Главное их То есть не совмещать А то путаница будет Да вот разобрались Да то есть Браман Брахмаджиев Это один и тот же термин Не путайтесь с Браманом Браман Браман это личность Которая изучает Браман Разница в ударении Ну в ударении часто разница Во многих словах Разница в ударении То есть Нормально А в забрались Совсем понятно Не сложно Не сложно Это не сложно В принципе В принципе философии Вообще ничего сложного нет Главное Философии не усложнять То есть принцип такой Если вы чувствуете Что-то сложное Тут же кому-то подходите И говорите Объясните мне просто Что-то такое Не пытайтесь вот сами Что-то сложное понять Это вот ложный путь Усложнять ничего не нужно Может как-то есть Попроще Потому что Каждый должен Почувствовать Свою простоту И не пытаться Ее Так сказать Ради каких-то Так сказать Наслаждений Своего эго Увеличивать Каждый должен Почувствовать Свою простоту И на этой простоте Вот так сказать И развиваться И наверняка Вы это встречали Да То есть там Разные лекторы Разные какие-то Специалисты Разные ученые Они говорят На каком-то уровне Простоты На определенном Поэтому так можно Подбирать Кого-то по своему Уровню простоты Чтобы было Понятно Понимаете Поэтому Не все объяснения Могут быть понятны Или не все лекции Могут быть понятны Как я говорил Потому что может Уровень простоты Не совпадать Поэтому Постарайтесь Упростить До своего уровня То что вы слышите Или читаете Это можно легко сделать Подрегулировать А усложнить Это всегда можно Усложнить Это пожалуйста В любую секунду Проблема Как раз В упростить В усложнении Проблем нет Проблема всегда В упрощении Упрощать Намного сложнее Чем Усложнять Как ни странно Парадоксально Парадоксально Упрощать Намного сложнее Усложнять Всегда можно Всегда можно Вот упрости чтобы было просто и работа. А сложно это всегда, пожалуйста. Разобрались? Разобрались, хорошо. Сегодня оживились все. Смотрите, как хорошо. Прямо порадовали вопросами. Вопросы это радость жизни. Вопросов нет, смен. Так, мы должны сейчас целый ряд стеклов прочитать. С 36-го, все на одну тему. С 36-го по 39-й. Вообще по 40-й, да? Ну ладно, потом я разберусь. По 40-й прочитаем. Так, 36-й, где у нас? Все прочитали дома, да? 36-й, страница 252. 36-й. Следите за мной. Санскрит. Перевод. Перевод. Даже если ты самый грешный из всех грешников, жидя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь и кем страданий. 37-й стих. Перевод. О, Арджуна. Подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает датва все последствия материальной деятельности. 38-й. Нахиг я ненас адри шам, по витрам иха видья тэн, таб сваям йога сам ситхах, каленат мани виндати. Переводится так. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание, спелый плод всей практики йоги, тому, кто достиг совершенства в преданном служении, но в свой срок открывается изнутри. 39-й. Шрадхавал лапхате гьянам тат парах самятен бриях гьянам лаптхва парам шантим ачиренат хигачхати. Перевод. Человек, исполненный верой, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему-то час приходит высочайший покой. И сороковый стих. Адьяш чашра датха наш ча сам шаят ма винаш ети наям локос тинапаро на сукхам са шаят монах. Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога, они опускаются все ниже и ниже, сомневающаяся душа, не зная счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Такие стихи целый ряд об одном и том, в общем-то, они говорят о нас, поэтому я их вывел в отдельный ряд. Отдельный ряд стихов. И, как мы выяснили, сейчас много чего называют духовным знанием, однако истинно духовным знанием можно назвать только знание своей духовной природы. о своей духовной природе, о том, что я есть душа. О том, что я есть душа. Только это знание способно дать нам освобождение. Только знание о том, что я есть душа, может дать нам освобождение, так как оно выводит нас из влияния материального тела. Тело давит на нас. Тело давит на всех. Оно сейчас давит, говорит, ну давай, есть уже пора, спать уже пора, давай, ты мужчина, ты женщина, давай, давай, давай. Оно давит, 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 давит. В молодости это не очень ощущается. В молодости дается некоторая легкость, тело не так дает. И иногда он не чувствует, знаете, он летает, прыгает везде, через заборы перепрыгивает, пока наконец ногу не сломает, не успокоится. И прыгает везде, летает, как заводной ребенок. То есть он не чувствует своего тела сначала. Но потом начинает чувствовать. Потом он чувствует каждый килограмм. Начинает замечать, что каблуки что-то часто стираются. То есть давит, давит. Одно из самых таких, в общем-то, распространенных народных работ. Замена каблуков. Нужно постоянно менять каблуки. Тело давит, реально давит. Тело стирается, пятки стираются, все. То есть давит, продавливает диван, в конце концов. Веда говорит, что тот, кто обрел духовное знание, больше не нужно искать умиротворение вовне. Он может не искать умиротворение вовне. Он нашел его прямо в себе. Прямо внутри себя. И мы выяснили, что духовное знание включает в себя знание о душе, знание о сверхдуше и их взаимоотношениях. Это знание сравнивается с огнем. Это знание сравнивается с огнем. Так как такое знание сжигает до тла все последствия, как мы выясняли, не только греховных, но и богочестивых поступков. Как сегодня мы перетисляли, есть несколько типов кармических последствий, несколько стадий созревания кармы, но все это превращается в пепел. В пепел под воздействием истинного духовного знания. Все это в пепел превращается, сгорается. И позитивная, и негативная карма просто выгорают в пожаре знания Бхагавадгиты. Просто выгорают. Жгет. Поэтому не каждый хочет, чтобы вся карма уничтоживать, хорошая и плохая. Поэтому часто человек пугается, послушает, убегает. А ведь сгорит же вся карма. А нам она пока нужна. Карма нам нужна. Духовное знание останавливает борьбу человека за существование. Останавливает борьбу человека за существование. Нет ничего печальнее такой борьбы. Нет ничего печальнее такой борьбы, которая продолжается уже миллионы жизней. Но человек прекрасно выходит измеж этой борьбы. И все в шоке. Все в шоке. Как это так? Был нормальный человек. Боролся за еду, за сон, за секс, за деньги, за должность. За место под солнцем. Боролся. Нормальный был человек. Боролся за все. Ну как раз перестал. Все околдовали. Перестал бороться за существование. Он перестал понимать зачем. Зачем бороться за существование, если мы вечные? Зачем так сильно бороться-то? Не надо бороться. Нужно жить разумно. Жить разумно. И то же самое будет. Никакой разницы. Результат будет тот же абсолютно. Потому что все, карма уже прописана. От нее не уйдешь. А я хотел бы, не уйдешь. Не то, что будет то же самое, а никуда не денешься. Материальный мир сравнивается с океаном в этих стихах. А душа, упавшая в этот океан, должна постоянно бороться за свою жизнь. Должна бороться, бороться за свою жизнь в этом океане. И какое может быть счастье в таком положении? Бхагавадгиту сравнивают с тем, кто протянул нам руку и вытащил нас на суше. Что может быть ценнее такой помощи? Поэтому изучать Бхагавадгиту нужно в такой сосредоточенности, как будто мы тонем, а нас вытаскивают. Как будто мы тонем, а нам протянули руку, чтобы не упустить этот шанс. Как если бы мы боялись упустить руку спасателя, находясь во время шторма в океане. И духовное знание – это обязательное условие в деле избавления от страданий. Обязательное условие. Материальные страдания – это последствия нашей греховной деятельности. А сам грех – не что иное, как результат отсутствия духовного знания. Это четкая цепь, да, мы ее уже выяснили. И какова плата за духовное знание? Плата достаточно высока. Плата достаточно высока. Это наша жертвенность. Наша жертвенность. Наша жертвенность. В чем состоит наша жертва за духовное знание? Она состоит в следовании правилам и ограничениям. Жертва. Должна быть необходимая жертва. Нужно следовать правилам, которые даются знаниям. В знании все даются правила. И жертвенность человека – это следование правилам и предписаниям. Да, следование правил – наша жертва. Это наша плата за обучение. Наша плата за обучение. Знание всегда находится в нашем сердце. Мы выясняли это сегодня, да. Но для того, чтобы его вспомнить, надо очистить свое сердце. А очищать сердце – это быть жертвенным. Быть жертвенным. Очищать сердце – жертвенность. Жертвенность. Это мы долго разбирали, целый ряд стихов, да. Все эти тонкости. Если знание получено, но человек не встал на путь правила и ограничения, то это неоплаченное знание. Неоплаченное знание – это фактически украденное знание. Разве может принести счастье, полученное путем обмана? А знание принести счастье, которое получено путем обмана? Не может. Это невозможно. Поэтому первым результатом очищения через оплату за знания приходит понимание, что я не могу развиваться без духовного наставника. Это мы также выясняли в предыдущих стихах. Это результат того, что действительно знание было оплачено. Человек понимает, что он не может сам развиваться. Ему нужен кто-то, кто бы помогал ему. То есть истинное знание – это не ухитрение ума, не какая-то мыслительная способность. Истинное знание – это способность ограничивать себя ради духовного развития. Способность ограничивать себя ради духовного развития. Человек должен точно знать, ради кого он совершает все свои жертвы, ради кого он действует. И указать на это может только духовный учитель, наставник. Так в знании цели и добровольно принятых ограничениях начинаются путчевые. Когда он узнает цели, добровольно принимает ограничения, начинается путь, он проходит в три этапа. Первый этап – в невежестве. В невежестве человек развивается в раздраженном состоянии. Он раздражен. Первый этап. Его все немножко беспокоит. Все немного подозрительно. Он еще в незнании находится. Раздраженный человек. Его все раздражает. В страсте человек ищет наслаждение и достойного вознаграждения. Он ищет какой-то награды. Вторая часть развития. Он ищет награды и пусть радости. Радости и награды. А в магазине человек живает только очищением. Только после очищения он начинает ясно видеть свою цель, абсолютную истину. Начинает ясно видеть Только после очищения На первых двух этапах он не ясно видит Так она где-то мерещится Где-то вдали Вроде там что-то есть, но нормально Но он еще ее не видит Только после очищения, после этапа благости Приходит видение абсолютно истины Как мы говорили В чем эта идея абсолютно истинная Иллюзия это видеть отличие Иллюзия заставляет нас видеть отличие Думаю, что все отлично Все далеко Мы все разные А истина это видеть единство Поэтому Духовный путь это умение видеть единство Всего Всех живых существ, всего мира Вот этот пронизывающий эффект Мы говорили Параматма пронизывает все Связывает всех нас Абсолютно истина это видеть единство Всех живых существ У нас есть эта единая духовная природа Мы все связаны со всей душой Она присутствует во всем В каждом атоме творения И духовный учителя тот, кто видит это единство Он видит это единство А значит может открыть это видение другим Раз он видит это, он может и нам дать это видение Поэтому тот, у кого нет духовного знания Не может рассеивать сомнения У кого нет света Если нет света знания Невозможно рассеивать сомнения других Они просто не рассеиваются Еще больше затуманиваются Еще больше они затуманиваются Не может рассеивать Ничего не поймешь То есть не может помочь Не может быть учителем Не может помогать другим Духовный мир это место где все служат Богу. Духовный учител – это тот, кто знает, как всех задействовать в служении Бога. Это великое искусство. И обучиться ему можно только у истинного духовного учителя. Понять тонкости этой науки очень сложно. Однажды Шива Прохопада вышел на улицу и сказал какому-то человеку «Доброе утро». И ученики его спросили, почему «Доброе утро?» Почему не Харе Кришна? Почему не Омна Мо Бага Ватэ Ва Суды Ва Я? Почему? Почему «Доброе утро»? Почему так говорить? Он ответил, когда люди отвечают нам этим добрым пожеланием, они начинают свое служение. Так начинается их служение тем, кто уже занят служением Богу. И это является началом их духовного пути. Началом их духовного развития. Поэтому веда, говорится, духовный учитель – это тот человек, который всегда готов оказать почтение каждому и при этом не ожидает никакого почтения к себе. Особое состояние сознания. Он может одухотворить каждого, показать путь каждому, задействовать каждого в служении. Духовный учитель – тот, кто стабильнее идет вперед, ведя за собой других. Пример стабильности. Кто такой духовный учитель? Тот, кто дает пример стабильности в развитии. Если мы стабильны, мы проходим все эти три этапа невежества, страсти, благости. Проходим. Достаточно просто одной стабильности. И эти этапы, естественно, они, естественно, пройдут. Для этого необходим баланс. Мы говорили. Баланс, который будет поддерживать наше вдохновение в нужной форме. Поддерживать нашу стабильность. Баланс. Баланс. Мой учитель написал мне однажды, что... Жизнь – это всегда поиск баланса. Жизнь – это всегда поиск баланса. Это есть жизнь. Жизнь – это поиск баланса. Только мы перестали искать баланс – это смерть. Как человек идет, да, по канат, балансирует, в шестом. И пока он ищет баланс, он жив. Перестал искать баланс – мертв. Разбился. Жизнь – это поиск баланса. Жизнь – это поиск баланса. Этого достаточно, в принципе. Вот слова духовного учителя. Жизнь – это поиск баланса. В этом нужно всегда находить золотую середину между трудом и отдыхом. Это не так сложно. В конце концов, человек не может идти вперед, если у него нет сил, чтобы вставать. Не может идти вперед. Духовный учитель знает то, что нам надо знать. Так и звучит. Знает, что нам надо знать. И веды включают 7 миллионов стихов. В одной только Махабхарати 200 тысяч стихов. 200 тысяч. Огромное количество стихов. Никакой самой долгой жизни не хватит, чтобы и хотя бы внимательно прочитать на один раз. Хотя бы на один раз. Но, слава Богу, у нас есть духовные учителя, которые знают, что человеку достаточно изучить, что ему достаточно изучить, чтобы стать по-настоящему духовно развитой личностью. Что ему достаточно изучить, чтобы разобраться во всем, стать свободной личностью, счастливой личностью. Именно по этой причине нет смысла в самостоятельном изучении священных трактатов. Мы просто потеряем время. Слишком много всего. Знания бесконечное количество. Необходимо знать, что важно. Что важно. Духовный учитель – это не тот, кто прямо знает все. Наизусть. Нет. Он знает, что важно. Что актуально. Чего достаточно, в конце концов. Чего достаточно. Это также является и частью, в общем-то, того, что мы несем окружающим. Если мы показываем хороший баланс своей жизни между материальным и духовным, медленно, но верно, это оказывает свое воздействие на сознание других людей. Словами зачастую очень сложно что-то объяснить. Но вот реальный пример сбалансированной жизни – это то, что не так часто встретишь в нашей реальности. Не так уж и это распространено, к сожалению. Поэтому тот, кто соблюдает баланс, приносит благо всем, кто его окружает. Всем. Такой несущий благо всем. даже если у него нет возможности прямо говорить о истине. Если он сбалансирован, как мы говорили, активность в реальных действиях, эффективность и высокая духовная цель. Вот это дает самое лучшее воздействие. Самое лучшее воздействие. Максимальное воздействие. Фактически этого достаточно. Вот такие примеры – самые лучшие примеры. В общем-то, монашеская жизнь – это не пример. Отречение – это не пример. Это такие эксклюзивные виды жизни. Экстремальные виды жизни. Это не пример. А пример – это вот успешный домохозяин с высочайшими духовными целями. Вот это пример. Вот это пример. Это пример. Факт. Может дать очень большое воздействие, так как он вынужден общаться с людьми. Это социальное положение. Поэтому он вынужден фактически давать хороший пример другим. По этой части мне относится к изобретению. Пожалуйста. А как они отпустили в чатке? Если они в чатке в чатке в чатке в чатке в чатке в чатке не будет выгодать такому попробуем в чатке на вопросе служить Да, чем практичнее связь, тем лучше. Поэтому наш принцип практичности нужно быть достаточно разумным, чтобы не идти на поводу какого-то престижа, эзотеричности, каких-то ложных ожиданий. А учитель это учитель, его обязанность давать пример, но если ученик не видит пример, ему очень сложно развиваться. Нужно быть очень сильным учеником. Думать о себе как о сильном ученике немножко нагловато. Лучше о себе думать как о слабом ученике. О слабому ученику нужен реальный пример. Реальный пример. Поэтому ему будет сложнее. То есть ему придется искать других наставников, ему придется при помощи других. Могут быть противоречия, еще что-то. То есть жизнь будет сложнее. Поэтому нужно быть практичным, а стараться не идти на поводу эмоций. Нужно подождать, когда эмоции пройдут. Эмоции пройдут. Должна быть какая-то связь, должно быть понимание. Учителя нельзя принимать, знаете, как какую-то, так сказать, символику. Как символ. Поставил дома на фотографии, и все. И моешь на фотографии. На стену повесил портрет, все. Как символ, как Ленина, знаете. Нет. Учитель это связь. Да, она тоже не такая, в общем-то, не понебратская связь. Это не значит, что по каждому поводу нужно тревожить учителя. Но это значит, что, так сказать, пример должен быть достаточно видим. Достаточно видим. То есть он должен быть на глазах, более-менее. Не прямо в соседней комнате. Но чтобы это было как-то реально. Поэтому не стоит торопиться. Не стоит торопиться. Стоит хорошо обдумать, на какой основе я принимаю своего учителя. Что такое принять учителя? Принять учителя, значит, служить ему. А как служить тому, у кого нет? Это очень хитрое служение. Благовоние. Ну, там фотографии перед ношем помахаются. Конечно, весело. Здорово. Очень эзотерично. Но нужно реально помогать миссии своего учителя. Что такое ученик? То есть ученик это тот, кто помогает своему учителю. Нужно реально как-то помогать. И нужно быть очень сильным, очень разумным, чтобы помогать на большом расстоянии. И опять-таки вот, ну, лучше так не думать о себе. Я такой сильный и разумный. Ну, или хитрый, да. Поэтому у каждого, конечно, все это индивидуально. И нельзя оценивать, как кто это делает. Это личное отношение у себя. Но сам принцип, что нельзя забывать о практичности. Нельзя идти на поводу его сентиментальности. Потому что неофит это сентименталист. То есть у него все на чувствах. У него слишком много чувств и мало разума. Он идет за чувствами. За чувствами. Все, у него слезы текут. О, я увидел этого учителя, у меня слезы потекли. Все это, мой учитель. Ну, что, у тебя кошелек украдут, тоже слезы потекут. А не дай бог, дом сгорит. Такие слезы будут течь целый месяц. Ну, это сентимент. Нет. Учитель это реальное желание ему помогать. Поэтому нужно сначала тренироваться, ему помогать. Если это будет получаться, вот можно принимать учителя. То есть это нечто более реальное. У нас это как такое, как чудо. Гуру в Индии. Это западное влияние. У тебя есть гуру? Есть. А где он? Где-то на Юпитере. И так же и тут. Гуру где-то в Алахабаде, это как гуру на Юпитере. Да, это конечно здорово, что оно замечательно. Это связь с парампорой. Но она должна, как мы говорили, практическое воплощение находить. Знание должно на практике как-то проявляться. Например, мы знаем, что у нас есть гуру. А что мы делаем дальше? Что мы делаем с этим знанием? Поэтому это ворованное знание. Ворованное знание. Ворованное знание. То есть мало просто умиляться и всем говорить. Никому это не интересно, в самом деле. То есть человек думает, что это дает ему какое-то предпочтение, какой-то почет. Что это делает его, знаете, на какую-то ступень выше. Никого не волнует, есть у вас учитель или нет. Сразу предупреждаю. Всем абсолютно по Мриданге. Понимаете? Абсолютно. Абсолютно. Никого не волнует, сколько у вас инициаций. Сколько вы лет духовно развиваете. Сколько вы мантры повторяете. Это волнует только тех, кто это сам плохо делает. Понимаете? Понимаете? Вот тот кто сам плохо мантры повторяет, его волнует, сколько вы мантры повторяете. Понимаете? Да. Поэтому можете не волноваться. Никого не волнует, какая там его стадия духовного развития. Всем все равно. Понимаете? Поэтому ради престижа все это делать, это глубокий разочарованчик. Думаю, съездил в Индию, приеду, меня будут на руках носить, будут богословлять. Все, я в Индию приехал. Он был в Индии. Ну и что все скажут? Сколько сот раз ты был в Индии? Один. Хе-хе. Понимаете? Ну и что? И где ты был? Назови то место правильно, произнеси его. Бриндабан. Понимаете? А его именно так произносят. Да? Просто никто не знает. То есть они в В как Б произносят, да? Бриндабан. Это у нас такое русское произношение. У нас все на русский манер. А немножечко. Да. А там никто понять не может, что там. Да не записывает меня. Туда приедет, там разберется. Сам принцип. Понимаете? То есть мы думаем, что вот это, я рассказывал, помните, по собакам, анарха абсолютной истинности. Когда человек приближается к чему-то возвышенному, к чему-то высокому и огромному, то он себе считает частью этого сразу же. Что он получит тот же самый эффект. Что его также будут читать огромным. Что если он съездил в Индию, то его будут читать представителем Индии здесь. Что если у него есть учитель, то его будут читать представителем учителя. И никто никому-то не может. Поэтому он разочаровывается, когда все это. Получил одну, вторую, третью, сорок восьмую инициацию. Я видел человека, который 10 сам продать сменил. 10 сам продать. Везде получил по 3 посвящения. Какой грустный человек. Понимаете? А у меня 12 посвящений, он говорил. Да, у Ява всех сам продать. На всякий случай. Мало ли что. Везде был, все посвящения получил. Знаете, такая вот. Эзотерика такая. Знаете, вот люди приходят. И они мне все время спрашивают. Я ничего не могу понять. Когда приходит эзотерика, они скажут. А когда будет посвящение? Я говорю, какое посвящение? Ну, в конце семинара должно быть посвящение. Когда будет посвящение? Я говорю, вы посвящены. Тот, кто пришел, уже автоматически посвящен. Когда приезжаю, мне страшно что-то. Все приходят. Когда? Когда? Мы только можем на посвящение прийти. На лекции, на мне когда. Вот только вот. И у них там, знаете, такой склад вот этих уже дипломов. Все, они посвящены во все. Вот они уже даже не помнят, во что они посвящены. Нет, нужно быть практичным. Практичным. Нужно понимать, что это нужно только нам. То, что мы делаем, нужно только нам. Никому это больше не нужно. То нужно делать с полным осознанием реальности. Что это мне нужно. Нужно делать так, чтобы это в моей жизни действительно работало. Мы это не для кого-то делаем. Не для престижа. Не для тех, кто на нас смотрит. Не для тех, с кем мы за одним столом сидим. Нет. 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 А то нужно делать для себя. В этот раз мы решили на Куркчетру поехать. Поедем на Куркчетру. Раз мы Боготгит изучаем, надо. Съедем на Куркчетру. Я хочу ее отснять. Хорошо, если получится. Съедем отснять. Всем, где посмотреть это поле боя. Очень интересно. Очень красиво. Поедем на Куркчетру. Заедем обязательно. Сейчас мы планируем, если получится. Заехать на Куркчетру. Поклониться святому месту. Но это не значит, что мы станем частью Куркчетру. Частью этого великого события. Нет. Мы просто получим личное благо. Мы сможем в это слово внести уже какое-то более глубокое сознание для себя. Уже при слове Куркчетру у нас будет что-то в сердце происходить. Это святая земля Куркчетра проникнет в наше сердце. Если получится. В этом принципе. Вслед душа. Вслед душа. Почему это выражается в огонь? Огонь, потому что духовная практика. Духовная практика вырывает душу Из плена материальной энергии Поэтому Душа Если было это сравнение с океаном Когда душа выходит из океана Выходит на берег Под лучами солнца она высыхает Вся вода высыхает Также и карма Когда душа выходит Из-под влияния материи Служа в сверхдуши Общается в сверхдушу Развиваются свои взаимоотношения В йоге со сверхдушой Она выходит из-под влияния материи И в лучах сверхдуши Вся карма высыхает Как эти капельки Ничего не остается Признаков воды не остается У нас вся высыхает Уходит Огонь очищает все Вот он принцип огня Огонь очищает все Поэтому и Сгорают наши грехи То есть Ближесть К огню Все сжигает Поэтому Так как душа вечна То подходя к огню Абсолютно истинно Абсолютно истинно В нем этом смысл Она источник всех энергий То есть по нашему обжигающей Энергии обжигающей И когда мы к ней подходим Сгорает все кроме души Потому что душа вечна Она не сгорает в огне Помните вторую голову? Поэтому мы подходим К источнику огня К сверхдуши И сгорает все кроме души Душа остается А отрыхнулись после дочи Ну это огонь Просто А вот имеет Другую природу Но так же огонь Есть огонь Реальный То есть скажем так Тот который мы видим глазами Огонь Как химическая реакция Не знаю Как это там Формула описывается В общем огонь Как химическая реакция Один вид Когда например Дерево горит Один вид Есть огонь Например пищеварение Тоже горит Пища горит В желудке Там появляется Тоже химический процесс Там какие-то там Кислоты Там Щелочи Не знаю Не специалист Но тоже горит Тоже сгорает Есть огонь умственный Тоже горит Тоже нагревается Мозги нагреваются Замечали или нет? Нагревается Есть гормональный огонь Все Тоже у человека А глаза Бывали Начинает Бежать Куда-то Искать Ему срочно Нужно На свадьбу Куда-то А жениться Жениться хочу Не могу Не хочу учиться Хочу жениться Все Вот так вот Вот этот огонь Вот такой он бегает Туда-сюда По телу А человек который Не каталирует себя У него Вот этот огонек Он бегает Ну по телу То В луне горит огонек Понимаете? То пищеварение огонек То жениться охота То 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 все То есть огонек Человек огонек Поэтому он еще и зажигает Такой зажигательный человек Зажигает Об этом принцип Об этом принцип И так же Огонь Духовной жизни Это духовный огонь Духовный огонь Поэтому Попадая в него Мы начинаем Ощущать этот Жар Жар Который Сжигает Нашу карму Мы начинаем Ее чувствовать Карма сжигается И мы даже видим Это своими глазами Например Во время Огненной церемонии Когда вы берете Зерна и бросаете В огонь Бросали в зерна В огонь Кто-то бросал Вы можете увидеть Как это происходит В этот момент В этот видимый огонь Входит сверхдуша Вишну Вишну Входит этот огонь Призывается А тот священник Который призывает огонь Он призывает Вишну Этот огонь Язык Вишны И он сжигает Карму Бросает Мы берем зерна Карма Входит в зерна Поэтому бросаются Эти зерна И карма сгорает Карма сгорает Процесс действует Много всего А ритуалы Один из самых Таких Скажем так Широтных разделов Знаний Это Самый Самый Такой Многогранный Раздел знаний Столько тонкостей Упаси Бога Столько тонкостей Про это вы будете Всю жизнь узнавать Что-нибудь новое Каждый раз Даже И не волнуйтесь Нет, все равно Не волнуйся Ага А еще Не знаю Что там В груди Не, ну вот допустим Когда Испытываешь Любое Станин Что Вокруг Сюда Находится Получается Руки Горячие Станет Ну И Допустим Шакра Образивная Да Это у вас Индивидуальная Реакция У меня Вот не Образуется А руки Холодил Это индивидуальная Реакция Поэтому Ведах Рекомендуется Не обращать На индивидуальную Реакцию То есть Это не будет В виде Потепления То есть Духовный процесс И не в виде Потепления В разных частых телах Это материальный процесс Это как раз Гормональный огонь Это Это любовь На уровне А гормональных Процессов Это не Духовная Любовь А гормональная Да Она в определенных Местах Как раз Она Дислоцируется Это факт К сожалению К сожалению Поэтому Это не смешно Это так Это факт Поэтому Не радуйтесь Так у всех Это абсолютно нормально Но не путайте Материальную любовь В духовную Духовные признаки Любви Это очень возвышенные Признаки Любви И Они так сказать В себе не ищутся На первом этапе Они не ищутся Они приходят На последнем этапе Они в себе не ищутся Поэтому Чтобы в теле Не происходило Не обращайте Внимания Не анализируйте Не записывайте Никому не говорите Оно просто происходит И пусть Там какие-то Процессы идут Пусть И там все время Что-то идет Что-то булькает Все время Что-то идет Все время Все время И когда мы Чем-то занимаемся Чем-то необычным Чем-то новым Оно тоже Как-то Все-таки Сюда по-другому Булькает Что-то происходит Но это Телесные процессы Телесные процессы Поэтому не обращайте внимания. Это мешает. Это помеха. То есть, если мы, идя по духовному пути, обращаем внимание на материальные процессы, это начинает мешать. Например, человек пошел на лекцию, вышел на улицу, там душ пошел. Он сильно расстроился, вернулся домой. Очень просто. То есть, если мы идем духовным путем, на материальные не обращайте внимания. Вот если нужно что-то материальное узнать, то тогда нужно температуру мерить, пульс щупать, на язык смотреть. Действительно уже, да, если где-то очень горячо, там да, тут печень, там, то еще там. Мама трогает температурку. То есть, да, если мы хотим материальную диагностику произвести, тут врач будет спрашивать. Где горячо, а что болит. Но духовная диагностика другая. Духовная диагностика другая. Это будет только мешать. Будет только мешать. Поэтому, не обращайте внимания ни на что. Даже если у вас из-за лба вылетит красный шар, и 7 раз вокруг вас облетит, громко повторяя ом, 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 ом. Лягте, поспите, и все пройдет. Никому об этом не рассказывается. То есть, какие-то могут вещи происходить. Йога – это мистический процесс, да. Вот, какие-то вещи происходят. Но Йог на них не обращать внимания. Не обращать внимания. Не обращать внимания. По-настоящему, мистические вещи все равно ни с кем не произойдут. Слишком дорого это стоит. Поэтому не надеяться. А то, что с нами происходит, это больше такие, знаете, побочные явления. Побочные явления. Такая, знаете, это... Эжотерики это не любят. Но при пищеварении есть явление, отрыжка называется. И вот, когда у человека начинаются иногда галлюцинации, это вот эзотерическая проблема, это называется эзотерическая отрыжка. Эзотерическая отрыжка. Поэтому не обращайте внимания на отрыжку. А отрыжку нужно что делать? Вскрывать. Вскрывать. Потому что духовно развитие люди не понимают, в чем смысл. Очищение вещь духовная, материальная. Назобраться? Назобраться? Угу. Кто-то еще? Заводит. Угу. 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 А мы не по имени обращаемся. Мы обращаемся со всеми регалиями. Как обращаться к Богу. Написано в самом начале подробно. Может, я встали. Смотрите. Семнадцатая страница. Как надо обращаться к Богу. Зачитываю. 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 Угу. Зачитываю. Да. Зачитываю. Зачитываю. Вы. Боже на банк, Жигат-патэ, гопи шагопи к каанта, радха каанта, намастата. Тапта каанчена, гауранги, радхи в риндаване, сваре ври шабхану сутадеве, прау маме хари прие. Ванчакал патерубях чя, хрипа синхубе эвача, бати танампован히 пьёвешная, пхёнома маха, шри Кришна чайтаня, пробунете ананда. Шедвайка гадхара сивасади гаурабах тавринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама, Рама Харе Харе Вот так вот А не так, что Эй, Бог, есть разговор Говорится, к Богу нужно обращаться с великим почтением С великим почтением Поэтому Насколько можете, насколько почтительно обращайтесь Ну вот, хотя бы это прочитать Для начала Это как обращение Перед какой-то деятельностью духовной Перед тем, как мы хотим Что-то делать духовное, нужно прочитывать Эти молитвы Манга Вачаран называется Да, можно Перед любым духовным действием Можно прочитывать, просто обычно Для скорости всего Все урезается до одной А, так сказать, там предыдущие молитвы Которые перед мантры Но в действительности Например, перед лекцией Все читается Например, вы слышали, когда я читаю В более спокойной атмосфере Я полностью прочитываю что-то Или урезанный вариант читаю Молитва ни на кого не работает Молитва это не лопата Это не работник Это мы должны работать Для Бога Молитва ни на кого ничего не оказывает Молитва это Наше обращение к Богу То есть, это не инструмент Это не сверло Которое нужно подсверлить дырку В материальном мире Молитва это наше обращение Молитва это наше чувство То есть, молитва То есть, буквально Молитва звучит как Я люблю тебя Скажу, что я могу для тебя сделать Поэтому, что значит на молитва работать Молитва работать Это значит Если это перевести Что я начинаю что-то делать Для Бога Реально Но это не какой-то такой Сверлильный агрегат Или точильный Который должен у нас на вам точить Или просверлить Нет, молитва это реальное обращение К Богу За тем, чтобы Он сказал нам Что вам делать Поэтому Если вы узнали Что вам делать Значит, все хорошо Молитва сработала И как узнать, что нам делать Нужно к представителю Бога обратиться Поэтому, если человек просто молится Богу И ничего не делает Вот он Вот он пытается просверлить Сказать небо Чтобы в эту дырочку увидеть Бога Нет В действительности Молитва это уже Благодарность За то, что нам Дана работа для Бога Нам дана деятельность В духовной жизни И мы просим Чтобы нам был дан разум Осуществить это максимально Наилучшим образом Поэтому Не говорите никогда Молитва работает Потому что молитва это сам Бог Не Бог на нас работает Мы работаем на Бог Не заставляйте Бога на себя работать Мы должны работать для Бога Забрать Молитва есть тысячи имен Бога Потому что буквально Лично с Ахатранама Тысячи имен Лично Вот представьте Вот к нему обращаются Из тысячи имен Вот молитва Тысячи имен Лично с Ахатранама Все они перечисляются Когда мы говорили Да Там сказать О жених А не сеть невесту Он на каждой ступеньке Имя говорит невест Все Он больше десяти слов Сказать не может Даже назвать ее нормально Не может Все У него все сводится К этому Чему-нибудь простому Дорогая Это будет самое доброе слово Которое у него останется А тут сразу Видите Шрегишну Сахатранама Тысячи имен Моего любимого Бога Вот другие конфессии Тут волосы дымом стоят И они падают под стол Вот в этот момент Да Но это почтительное обращение К Богу Тысячи имен Только чтобы прочитать Нужно Это некоторых А в некоторых городах Это такое служение У браманов Они рано утром выходят Насладятся На какую-нибудь колокольню Высокую И группа читает Эту молитву Тысячи имен Долго Все утро И люди просыпаются Под этот Самый хороший будильник Просыпаются Под эту молитву Если хотите Вон себе Дома Куда-нибудь там Закачайте Чтобы оно А по времени Включалось И вас Этой молитвы Будило Очень хорошо Просыпаешься Под тысячей имен На каком имени Я сегодня проснулся Это не просто так Нет такого Как раз Ну по небратски Должно быть Должно быть Сначала Уважительные Отношения Мы говорили Отношения Развиваются И даже Чтобы достичь Дружелюбия То есть Дружелюбие Это стадия Уважения Поэтому Сначала Развиваются С абсолютно Истинные Почтительные Уважительные Отношения Первая Первая Стадия Страх Но это Не наша традиция Но есть Много Традиций Которые Со страха Начинают То есть Сначала Человека Говорят Что в ад Пойдешь И сгоришь Где неогненно И шансов Нет Но мы Начинаем Со следующего Уровня С уважения С почитания С уровня Ашварья Ашварья Это буквально Говорится Царское поклонение То есть Мы уважаем Как Царскую личность Как Царя Всего мира И Вот это Уважение Дает возможность Перейти Уже на Более близкие Отношения То есть Нельзя С дружбы Начинать Здравствуй Бог Вот и я Сначала Уважительнее Отношение А правда Там посмотрим Там Высокие Матери Наш уровень Это уровень Уважительный Поэтому Вот Выучите Какие-то Такие Уважительные Молитвы Подошли На полторю Будете Выглядеть Очень Так сказать Уважительно Сами Что Прошли В храм Подошли На полторю И прочитали Шевишну Сахасаранаму Пару Людей Точно Упадут Услышав Как вы Шевишну Сахасаранаму Читаете Перед Сахасаранаму Сахасаранаму Поэтому Говорится Даже Если вы Берете Трактат Нужно руки Помыть Перед Берете Четки Нужно руки Помыть Перед Чтобы Вы не делали Нужно Все Какие-то Обряды Чистоты Совершились Сахасаранамu Сахасаранаму Сахасаранаму буду говорить от чистого сердца, больше никогда сюда не придет. Поэтому мы так в шутку. Не страшно. Спасибо большое. Значит, мы расстаемся до понедельника. До понедельника.